Вот за кустами, сейчас все заросло, ивой. Ива, она очень быстро разрастается. Был пляж, там вот запруда, то есть население местное отдыхало, не только местное. То есть река была чистая. Поверить невозможно, но здесь в речке, в шогрыше купались. Был даже пляж с грибками. Только с того времени три десятилетия прошло. Постоянно машины могут, то есть заграждение поставить, чтобы не было доступа к реке. Посадить речку в клетку вряд ли выход. Но в этом году границы общегородского субботника решено расширить. Шогрыш и Содима, городские маленькие речки Замарашки, теперь тоже входят в план. Граблями их берега причешут коллективы предприятий областной столицы. Да и на помощь прочих вологжан власти рассчитывают тоже. Мало того, говорят, без них вообще не обойтись. Стоимость уборки города всего, чтобы никто больше не участвовал, только за деньги перебирался, более двух миллиардов рублей на сегодняшний день. Таких денег в бюджете нету и не было в перспективе никакой. Своеобразные разнарядки получили работники управляющих компаний. 30% жителей своих домов к уборке во дворах они должны привлечь. Но и сами чиновники, авторы негласного приказа, на субботники обещают быть. 8 октября на общегородской субботник выйдет и вся городская администрация. Чиновников с граблями и лопатами можно будет повстучать в Асановской роще, Ковыренском парке, Новиденском и Горбачевском кладбище. А коммунальные предприятия уже во всеоружии. Масштабные уборки города сегодня они дали старт. Их стараниями на берегах Вологды, очищенной от мусора, уже засверкала осень. Не подробную, но а так, навскидку, классификацию мусора зеленстроевцы сегодня провели. Виновников осеннего уборочного аврала по ней выявить легко. Тут пиво пьют, как всегда. Угуляет молодежь, пиво пьют. Они тоже молодежь, но к горам мусора на берегу совершенно не причастны. Ученики многопрофильного лицея слишком все отличники, чтобы пиво пить. Мы не пьем, не мусорим. Мы не пьем и не курим и не мусорим. И не мусорим. И не потребляем наркотики. Честно. И прибираемся еще на субботник. Говорят, для них и эта кампания по общегородской уборке не станет исключением. Только без рабочих перчаток им не обойтись. Такая специфика возле жилых домов, где они обычно убирают. Металлопластиковая, изделия, посуда и в первую очередь, конечно, шприцы. Потому что то, что оставляют после себя наркоманы, это главное зло. И с таким тоже злом бороться в эту уборочную кампанию призовут весь город. Причем сроки ее жестко не определены. И до 8 октября и после уборки ждут те городские территории, которые ни за кем не закреплены. Они бесхозные, но ведь не чужие. Мы письма послали, предложили поучаствовать в субботнике. Не поучаствовали. Придем вместе с журналистами и спросим, а почему вы не поучаствовали. Юлия Махова, Василий Попурин. Новости Вологды.